Обстановка на дорогах Чувашии по-прежнему тревожит. Несмотря на то, что количество ДТП по сравнению с прошлым годом немного уменьшилось, погибших и травмированных меньше не становится. Последний случай в Шумуршинском районе это только подтвердил. С проблемой безопасности дорожного движения начался разговор на еженедельном совещании временно исполняющего обязанности главы Чувашии и правительства республики. Недели не проходит, чтобы инспекторы не фиксировали случаи вождения в нетрезвом состоянии, причем тогда, когда уже ничего нельзя исправить. Вчера в 19 часов 44 минут в Шумуршинском районе на втором километре автодороги Шумуша-Сойгин-Алтышево водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на группу пешеходов. И на самом деле уже предварительное подтверждение есть, что нетрезвом состоянии. Об этом нужно говорить открыто, чтобы другие задумались, по крайней мере, при этом садиться за управлением в нетрезвом состоянии. Воздействие на водителей, которые позволяют себе садиться за руль под шофе – самая сложная задача. Здесь необходимо объединить усилия правоохранительных органов, органов власти и общественности. Участникам дорожного движения надо быть внимательнее друг к другу и при малейшем подозрении сообщать ГИБДД. Кроме того, необходимо усилить контроль на дорогах с помощью технических средств. К слову, камеры видео и фотофиксации себя уже зарекомендовали. Во-первых, у многих водителей есть антирадары. И хочешь не хочешь, а скорость они вынуждены снижать. Во-вторых, сама система обеспечивает неотвратимость наказания за нарушение, что является воспитательной мерой. Что же касается технических причин, по которым нередко происходит ДТП, меры предпринимаются весьма активно. В текущем году продолжены мероприятия по проведению пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ, включая нанесение на них дорожной разметки и установку дорожных знаков с луросцентной пленкой. Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования проведены работы по ликвидации дефектов в проезжей части асфальтобетонного покрытия на площади более чем 152 тысячи квадратных метров. Выполнены мероприятия по установке дорожных знаков, дополнительных информационных счетов, сигнальных столбиков. Нанесена горизонтальная и вертикальная разметка. В принципе, на сегодняшний день все работы, кроме ямочного ремонта, выполнены. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии потребовал тщательнее контролировать работу организации, выполняющих дорожный ремонт. Тех, кто то и дело срывает сроки, надо брать на заметку. Сегодня законодательство позволяет не допускать недобросовестных подрядчиков до участия в конкурсах на размещение государственного и муниципального заказов. Причем касается это не только дорожных работ, но и любых других сфер. В целом же объем заказов в первом полугодии превысил 8 миллиардов рублей, сообщили в Минэконом о развитии Чувашии. С начала этого года отмечен значительный рост почти на 12% доли конкурентных процедур в общем объеме госзаказа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которое составило 90,7% от общего объема закупок. Указанное свидетельствует о том, что мы максимально стремимся уйти от неконкурентных процедур закупок. Госзаказ становится более прозрачным и доступным для бизнеса. Бюджетная эффективность от закупок республики составила 824,8 миллиона рублей. На совещании обсудили и визит святейшего патриарха Кирилла в Чувашию. В богослужениях приняли участие почти 16 тысяч человек. Все запланированные события прошли на высоком уровне. Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении мероприятий за хорошую работу. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.